Тюбинг последние несколько лет покоряет сердца мальчишек и девчонок, а также их родителей. Но дувные санки использовали еще в начале 19 века. Зимой для катания с горок, летом для сплавления по рекам. Сегодня магазины пестрят изобилием ватрушек. Но, как пояснили нам в одном из спортмаркеров, ярко выраженного критерия для выбора сноутюбингов нет. Цветы габариты подбираются сугубо индивидуально. Главное, чтобы было комфортно сидеть и держаться за рукоятки с боков ватрушки. Данный вид продукции не лицензионный и прошел сертификацию по России. Все изделия, которые мы представляем. Некоторые заводы наиболее серьезные компании представляют инструкцию, которую мы, соответственно, при продаже ватрушки вручаем покупателю. Чем больше диаметр ватрушки, тем она устойчивее. С таких надувных санок риск перевернуться уменьшается в разы. Есть такое ошибочное мнение, что это, поскольку используется в данном изделии камера от автомобиля, как правило, все стараются накачать до уровня автомобиля. То есть 2 атмосферы и больше. Здесь это делать не рекомендуется, поскольку не настолько жесткая сама оболочка этой ватрушки. Поэтому давление примерно 0,2-3 атмосферы выдерживает. Да, это достаточно. А если накачать сноутюб на улице и тут же занести его домой, то от резкого перепада температуры ватрушка может взорваться. Но это не единственный способ травмировать себя. Чаще всего ущерб наносится во время катания. От легкого ушиба до инвалидного кресла. Один спуск с горки. Такие травмы можно получить, конечно, скатываясь на сноутюбе. Как правило, это тяжелая черепно-мозговая травма, либо тяжелый перелом позвоночника, либо конечностей. Факторы риска огромные, поскольку сноутюб развивает большую скорость и, по сути, он неуправляем. Главврач успокаивает. Региональная статистика в этом году пока утешительная. На улице дети травм получают меньше. Например, за прошедшие новогодние каникулы в приемное отделение больницы обратились 66 юных пациентов, получивших повреждения на открытом воздухе. 29 детей госпитализированы. Из них 8 ребят травмировались, катаясь на сноутюбах, катках и снежных горках. Желательно обратиться в ближайший травмпункт для диагностических мероприятий. Если же травма серьезная, требует стационарного лечения, то такой пациент будет направлен в дежурный стационар. Если же травма серьезная, ребенок даже не может самостоятельно передвигаться, конечно же, вызывает скорую помощь. Печальных обстоятельств можно избежать, если соблюдать правила безопасности. Первое, на что нужно обратить внимание – спуск. В Ульяновске организовано как минимум 6 горок, где централизованной с ветерком можно прокатиться на санках, ледянках или ватрушках. Главный критерий безопасности – это трасса. Она должна быть расчищена, без естественных или искусственных трамплинов. Уклон спуска не должен превышать 20 градусов, но заканчиваться трасса должна таким образом, чтобы ватрушка могла спокойно затормозить. Но дувные санки развивают большую скорость. Стоит рассчитать время и расстояние, чтобы не сбить во время спуска кого-то еще. Особенно, если рядом катаются дети. Первое, значит, крепко держаться за нее. Ни в коем случае не садиться вдвоем, втроем или, допустим, взрослый ребенок. Потому что двумя руками еще там что-то можно как-то удержаться. Одной рукой – это уже 100% падение будет неудачным. Дальше ватрушки не связывать между собой. Алкоголь и ватрушка – вещи несовместимые. Трезвый ум и здравый смысл всегда должны побеждать. Это касается ситуации, когда надувные санки привязывают к автомобилю. Новый тренд – не лучший способ получить дозу адреналина. Такое развлечение попадает под административное нарушение правил дорожного движения. Штраф для водителей – 1000 рублей. Но к ответственности привлекается не только водитель, но и, так сказать, тот гражданин, который катается. Ему тоже может быть выписан штраф за нарушение правил дорожного движения в размере 800 рублей. А за детей, катающихся не по правилам, отвечать будут родители. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил и вовсе лишать водительских прав за такое развлечение. А кто понесет ответственность и возместит ущерпися? Травма случилась на оборудованной горке. Обязательства предусмотрены гражданским кодексом. Но юристы подчеркивают, доказать правоту не так-то просто. Потому что если горка в надлежащем состоянии находится, то, конечно же, весь риск получения травмы – это ложится на самого гражданина или на детей этого гражданина, если он их отпускает. И при получении такой травмы доказать и получить компенсацию ущерба крайне сложно. Размер штрафа варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от характера травмы. Однако не стоит бояться кататься на ватрушках и лишать себя удовольствия. Соблюдая все правила безопасности, можно получить положительные эмоции, прекрасное настроение, румяные щеки. Да и просто весело провести время в эти снежные дни.